Всем привет! 16 апреля 2022 года прошел очередной пара трамваев, но уже не на чистых прудах, а в доплыме не Баумана. Начнем нашу прогулку. Трамвайные движения в Москве открыли 6 апреля 1899 года. Такое ощущение, что у меня трамвай забили. Постоянные исходы в прошлом году, недоупуск вагонов и это еще не все. Все проблемы трамвая есть видео в правом верхнем углу. А ведь в Москве более 700 трамвайных вагонов и 38 маршрутов. Последнее обновление – кольцо Белорусского вокзала длиной 500 метров. Обещают в следующем году открыть движение по проспекту Сахарова, которое уже было замято и нет никакой уверенности, что его опять не уберут в стол. Открывают высоко-томатичный трамвай F. F означает фонарный. Он использовался с 1906 по 1960-е годы. В них 19 сидений, а максимальная скорость – 40 км в час. Белорусс. Являлся самым распространенным трамваем во всей Москве. А следующий – Нюрнбергский трамвай. Был самым распространенным прицепным вагоном. Он проработал гораздо меньше. С 1908 по 1947 год. Если что-то хорошо заходит, делают продолжение. Так случилось с фонарным. В 1926 году начали производить бесфонарные трамваи. Единственное отличие – упрощенный дизайн. Как и тесно, на нём можно было до 1970 года. Но уже с большими изменениями в виде автоматических дверей и кабины водителя. Трамвай S, он же Сакунический. Строился на Сакуническом вагоноремонтном заводе с 1930 по 1933 год. А эксплуатировался до 1974 года в Краснопресненском депо. Его можно было увидеть с трамваем КМ. Продолжая эту высадку, коломельский прицепный. Видео про коломельский трамвай есть по ссылке в правом верхнем углу. Производились, как ни странно, в Коломне. Это единственный сохранившийся вагон до наших дней. Производились они совсем недолго. С 1929 по 1952 год. Из-за дефектов с тележками, которых невозможно было исправить. Следующий трамвай – почти тёстка моего канала по аббревиатуре КМ. Коломельский моторный. Он производился на 22 года больше, чем прицепной. Он строился специально для больших московских потоков. Это первый четырёхвостный российский трамвай. Получается, что это прапрадедушка для современных витязей. Вместимость упала на 2 человека по сравнению с прицепным. 27 человек. Широколобный московский трамвайный вагон 82 выпускался к 800 лет в Москве. С 1947 по 1981. Нашество этого вагона – электронагреватели под каждым сидением. А сами сидения очень мягкие. Число сидячих мест увеличилось до 39 человек. Водителю впервые выделили огороженное сидящее место. До этого они водились стоя среди людей. Самый недолгоживущий трамвай – это РВЗ-6. Всего 6 лет – с 1960 по 1966. Основным отличием стала его бесшумность. Он не из самых симпатичных по сравнению с приходившими Татрами, о которых скоро пойдет речь. Здесь уже скорость делала Стонгс до 50 км. Кировский трамвай моторный и прицепной. Изготавливались с 1947 по 1961 год. Ну и в Скотовском вагоностроительном заводе. Всего построено почти 2300 вагонов. Эти вагоны побывали почти во всех городах РСФСР и УССР. В 1961 году были заменены на более новые КТМ-2. Двухдверные Татры Т2 и Сун. Их называли циклопами из-за того, что у них была только одна фара. Они были очень странными в управлении. Контролировать движение трамвая нужно было ногами, тогда как везде это делалось рукой. Скорость выросла до 60 км в час. Про Татар Т3 у меня было отдельное видео. Смотрите его в правом верхнем углу или в описании. Следом идёт трамвай Татар Т6-Б5. Они произвелись с 1983 по 2007. Его скорость увеличивает до 70 км в час. Их используют в России, Украине, Латвии, Болгарии и КНДР. КТМ-7168КМ. Это первый четырёхдверный вагон в Москве. Его срок службы – 16 лет, а выпускался с 1988 по 2007. То есть последние трамваи должны быть списаны в следующем году. Но вот незадача. Их в наших городах ходит ещё очень много. Капремонт, конечно, продлит им жизнь, но лучше от них избавиться как можно скорее. ЛМ-2000 был произведён в единственном экземпляре в Петербурге. Был заказан Москвой для депо имени Апакова и Краснопресненского депо. После переезда Краснопресненского депо в Строгино, потребность в вагонах уменьшенного габарита отпала. Он работал на маршрутах 28К, 21 и 23. О себе добавлю, что она выглядит очень интересно, но на улицах я бы его не хотел видеть. И я не могу понять почему. Наверное, из-за дизайна. Про видеть будет отдельное видео. На вскоре было много служебной техники, о которой не стал говорить, так как не знаю техническую их часть. Ещё было два экспериментальных вагона, которые стоят в стороне. О них я сделал отдельное видео. Итого их уже три. Ладно. Вот такое видео с основной информацией о трамваях у меня получилось. Если хотите, чтобы я сделал видео про отдельный трамвай, напишите об этом в комментариях. На этом у меня всё. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока.